МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушайте меня. Не хочет телефон слушаться. Почему здесь не будет записывать? Почему это у меня? Потому что на интернете. В общем, мы приехали, приехала я, я приехала. Они пришли в Монгольму, Кристиша, Наташа. Я долго ждала такси, но участки попали. Сейчас седьмой час, поэтому долго стояла, ждала. А они уже тут позаказывали. Мы с ним уже ждем, когда все это принесут. И будет сюрприз. Здесь я сейчас камеру переверну. Здесь такие тарелочки нам приготовили. Рюмочки. Кристина, как тебе в городе после столько времени отсутствия? Хорошо. Нравится? Да. Нравится? Да. Не затянула, не потянула домой назад вернуться? А где именно? У меня теперь два дома, я даже не знаю. Нет, я имею в виду судак, мама. Мама. Нет, сюда только в гости приехать и вкусно покушать. Маму увидеть, Диму увидеть, друзей. А жить обратно нет. В двух словах расскажи, как тебе там живется. Очень хорошо. Мама, да? Хорошо? Ты же была там? Хорошо. Да, очень. Нет. Ну, мы же твое, я же твое мнение спрашиваю, как тебе там живется. И тяжело вообще живется там? Ну, так как живу я, тяжело живется. Если, например, хочешь не путешествовать, вкусно не кушать, можно и не так работать. А если хочешь вкусно кушать, хорошо путешествовать, везде бывает, надо поработать. А там есть возможность, если хочешь работать, то можешь попутешествовать хорошо. В общем, ну да. Да. Я рассказывала своим подписчикам, как ты ездила в разные страны. Мама ж мне рассказывает, что вы поехали туда, вы поехали сюда. Если честно, даже уже не помню название, где вы были. Ой, где я только не была. Мне кажется, если бы я здесь осталась, я бы, наверное, в таких местах и не побывала. Поэтому, как я говорю, есть такие люди, кто там живут и не хотят путешествовать, и им не надо так сильно работать. И они такие, ну, пошли, поработали немного, им на жизнь хватило, и все. Ну, скажи, на скидку, где ты была? На скидку. Ой, блин, где я только не была. Ну, несколько названий. Ну, я была и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и в Майами, и на Гавайях, в Лас-Вегасе. Да, и в Мальдиве, и в Мальдиве, и в Мальдиве, и в Мальдиве, и в Лас-Вегасе. Еще пока не была, еще пока не заработала на Мальдиве. Ну, ничего, у тебя еще все впереди, так что ты еще заработаешь. Ну, да, круизмы, несколько раз круизы были на Карибских островах, в Доминикане, в Доминикане была, в Мексике я была. Я забыла, что я за круизами была. Вот куда вы ездили, друзья, которые к тебе приезжали летом? Это Дестин, есть такой город, тоже на океане. Там красиво, там белый песок вообще. Ой, круизы, конечно, лучше всего. Блин, там так классно. Ну, зато, вот понимаешь, когда, вот я лично два раза в отпуске была, два или там сколько, да два, но я вообще даже не помню сколько. Если бы ходила каждый год в отпуск, то я бы, наверное, об этом знала. А на море была пять раз, вот понимаешь, я даже помню сколько раз и то в Лазаревской, то где. Я на самом деле считала, сколько раз я где была, а потом перестала считать, но я знаю, что на круизах я точно была раза четыре в разных местах. И там такие как бы острова маленькие, некоторые даже этих островов не знают, если я это буду называть, не имеет смысла, но там очень красиво прям. Расскажи об кафе, которое обклеено. А, да, есть такое кафе, называется Магуайрс, он находится в Дестине во Флориде. Кто меня видит, если там будет, обязательно туда сходите. Он весь обклеен в долларовых купюрах, и там, я уже забыла сколько, больше чем миллион долларов в долларовых купюрах, все обвешено, потолок. И ты там можешь подписать себе купюру, и тебе дадут степлер прикрепить, и он этим самым типа славится. Туда люди ходят посмотреть, как он выглядит, и музей, и ресторан. Но там как бы ресторан такой, как очень вкусные стейки, очень вкусные блюда, там какие-то такие с мясом, вот такой более мясной. Ну и пива там очень много на разлив, такое вроде как барчик, но и в то же самое время очень крутой ресторан с долларами, где все развешено. Очень круто. Просто так вот, миллион долларов просто посетить. Да, и там они везде, вот ты когда идешь по вот этим коридорам, и люди, главное, это не снимают, никто это не берет, не дергает, ничего вообще. Там все висит, и просто друг на друге, на потолках это все просто. Это как вот надписи, или копейки бросает там фонтан, или еще что-то, достопримечательное. И там каждый пришел, там сколько этих людей приходит за это все время, и каждый там по доллару оставил незначительно, а ведь сколько уже этот ресторан стоит. Мы задумывались о том, если этот ресторан сгорит, какой это будет убыток. Да, вообще кошмар, конечно. Свет немножко здесь, где мы сидим, не очень. Ну ничего страшного. Я не привыкла на камеру ничего говорить, поэтому я такая, нет, все нормально, все отлично, очень замечательно. Тетя Тиря меня обвязала, завязала подарками, теперь я поеду с крутыми кардиганами, с крутыми носочками, в которых я буду летать на Гавайи. И все, все мои подружки будут завидовать. Кстати, я летела в кардигане, я же вот рассказывала, да, что летела, когда уже с Америки через Амстердам, и на пересадке я выходила в кардигане. И у меня даже в Американке одна женщина остановилась, спросила, где такой кардиган подается, чтобы его купить. Она хотела в магазин узнать. А магазин, кстати, это Ира. Кажет, 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 кажет. Хлеб, это бездрожжевой хлеб с гинза, маме, это чисто маме. Нам принесли блюда. Кристина, это ты себе кофе заказала, да? Да, я тогда переставлю вот это все. Да, вот видите, какая веточка. Здесь нам принесли вот такие блюда. А это как называется? А я сейчас расскажу. Она расскажет. Давай. Сейчас, погодите, я тут разгребу все. Подарки всегда надо гребать. Короче, может быть, я не знаю, эти тарелки не нужны или нет. А мы сейчас, знаешь, как разрежем это, попробуем положить. Это, в общем, нам сейчас принесут. Блин, нам сейчас еще принесут. За подарки мне ты рассказала. Делитесь. Рассказывай. Так, за кардиган, короче, крутое то, что меня связали. Во кардиган, и спрашивали, где его связали, что за магазин такой. В общем, теперь еще поеду еще и с крутыми носками. И с крутым кардиганом. Тебе не стыдно будет? Так, это... Давайте я посмотрю до конца, мне очень неинтересно. Да, там еще не до конца, что все посмотрела. И тут еще... О, гель для душа. Я уже маме весь использовала. Господи, вы прям как знали. Так, а ты посмотри, как он называется. Он не просто гель для душа, а он парфюмированный. Да, парфюмированный, где-то... Вот так это надо как притарасить, чтобы пахнет так сильно. Что такое? О, Глусин, давай-ка. О-о-о-о. Принесли горячее. Это у нас лосось. Там зелень какая-то. А вот это рассказываешь. Это, короче, салат с языком, жареными какими-то огурцами. Вот это? Вот это вот, нет. А вот это? А вот это? Чувай муха. Это, как это, заварное тесто. Из заварного теста запрашированная такая вот штука с красной рыбой, огурцами, крем-чизом и красной икрой и яйцо еще сверху. Наташа, Наташа, то есть то же самое. Прям ничего в этом? Нет, я сейчас. Что же есть листья? Листья особенно. Поедим всякую вкуснятинность. Уже, конечно, не так красиво. Так, уберу вот это. Так красивее. Как вам всем? Все вкусненько? Я приготовила вкусно, да? Ха-ха-ха-ха. Молодец. Молодец. В общем, салат какой-то с языком, с жаренными огурцами и креветками. Помимо этого здесь еще клубника, какой-то, какой-то фрукт, я не знаю, что это. Физалис, физалис. Это не помидоры желтые, ребята, здесь чуть покруче, чем помидор желтый. По-моему, грибы там есть, да? Нет, это язык. А, яйцо. Креветки. Сваренное из мишки. Яйцо. И вот это вот так вот сделано, как морская капуста. Это не морская капуста, это огурец жареный какой-то. Слушай, ну все равно вкусно, скажи. Молодцы. Сочетание. У них есть вкусняшка. Вот это на стенке красивое. Оно. Интерьер. Мы сидим одни. Все уже разошлись, а мы сидим. Хотя время 8 час. И здесь такое, ну как бы, открытое окно такое. Можно сразу смотреть, что там на улице. А какой столик? Вот, 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 с дерева сделано, так интересно. Ага. Ну интерьер, конечно, наверное, дизайнер какой-то разрабатывает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое замечательное кофе, пирожные. Это все нас угощает Кристина. Это угощает Монгольд. Кристина была инициатором за Монгольд. Не, ну ты же все спонсируешь нас. Очень. Привела нас сюда, накормила, напоила. Такой вкусняшкой вообще. Мы бы, наверное, себе бы так не позволили, да, Наташа? Нет, ты что? Нет. Спасибо, детка, Наташа. Спасибо тебе, что вырастила такую замечательную дочечку, которая нас вот так вот, еще и я сюда попала. Спасибо тебе, ты столько ее обвязала, завязала всю. Смерть до головы, как говорится. Ну, ты же сказала, что я тебе сестра. Да, да. Вот, а она же мне тоже как родная, поэтому я как своей дочери. Спасибо тебе. Ну вот, все, мы посидели. Ночная съемка, потому что девятый час. Тут пятерочка. Тоже скоро она откроется. Очень хорошо, вкусно готовят. Это просто праздник желудка, да? Да. Мы остались довольны. Все, и торты, и все блюда. Очень замечательный шеф-повар. А теперь мы идем до Наташиного подъезда. Оттуда я уже поеду. Конечно, темно. Но вот такое название у этого кафе. Замечательное. Очень-очень рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok